патрикач keto есть кто? и я слышал, господин пастор, стал весьма популярен сейчас вы знаете кто я, но кто вы? алой свер, приятно познакомиться дайте угадаю, вы тоже от меня что то хотите? скорее у меня есть для тебя целовое предложение Ведь людям всегда хочется большего не ждать. Я могу дать тебе всё. Слава, успех, все твои желания будут исполнены. И что ты хочешь взамен? Совсем немного. Всего лишь твоя душа и немного эфирного времени. Какой ты сумасшедший. Вряд ли это может быть правдой, но всё звучит интересно. Что ж, тогда по рукам. Даже если это всё правда, у меня тоже есть свои козыри в рукаве. Но пока... Да начнётся шоу. Всем привет, друзья, и добро пожаловать на вечернее шоу Степастра. Микрофон работает. Лучше бы не работал. Хасбин Отель. Один из самых странных и одновременно популярных мультсериалов, которые есть в интернете. Я думаю, успех этого мультфильма связан с его необычными персонажами. Они всё очень красочные, у них у всех уникальный дизайн. И наверняка один из самых запоминающихся персонажей этого мультсериала это Алластер. Или же, как его ещё раз называют, радиодемон. Ну и конечно, если я вижу что-то настолько интересное, у меня чешутся руки попробовать и увидеть это в реальной жизни. Я думаю, что нам нужно начать с обсуждения его внешнего вида. Что вы думаете? Мне кажется, его дизайн всеми пунктами показывает, что я пришёл только что из огня. Красные волосы с ушами, красные глаза с моноклем, офигенский пиджак, рубашка и штаны. Такой как бы классический костюм, но с такой, знаете, перчинкой, остринкой, огнинкой. Также всегда с ним вместе есть его микрофон. А также, возможно, его друг. Ну и другие маленькие детали, такие как бабочка, рожки небольшие на голове и так далее. Всем привет, меня зовут Вэнди. Начать я решил с покраски волос, и это был непростой процесс. Эстетика. Ну, посмотрите на эту отмазку. Да и ватный диск давай обратно, Соня. У него кровопотери. После сушки красной части мы добавили чёрную и... Вот что получилось у нас в результате двухчасового окрашивания волос. Но самое-то главное. Цвет идеально подходит под уши. Теперь я, получается, ушастый, либо авастар. Далее в нашей программе создание плаща. Для этого мне пришлось купить кучу красной ткани. С нуля шить я не стал, поэтому для основы я взял пиджак. Я подшил сначала этот пиджак, чтобы он был моего размера. А потом использовал его как, типа, знаете, основу для плаща. Сверху его просто обшил тканью. Хотя я вот говорю просто, на самом деле я делал это примерно месяц. Что ж, вот так вот выглядит мой костюмчик. Он ещё не финальный. Как вы можете видеть, например, вот здесь. Я добавил проволоку для стабильности, но пока что ещё я не везде закрепил. Чтобы можно было там вот это всё подмять, чтобы оно было как надо. Ну, такое чего ещё не хватает. На оригинальном костюме вы можете видеть, что по всему костюму идут полоски. А здесь нет. Почему? Поэтому я их буду дорисовать специально мелком для ткани. Ещё вот эту вот внутреннюю часть пиджака надо в более тёмный цвет покрасить. Собственно говоря, что я и сделаю сейчас. Аластер отличает также и стильный монокль, который я изготовил из пластика и плоской проволоки. Красным маркером я затонировал стекло, а из проволоки согнул овал и склеил эти части вместе. И как вы знаете, монокли не очень хорошо как бы держатся на лице. Поэтому я бы хотел сделать такую конструкцию, которая будет держать. Я буду делать её из проволоки. Она будет идти типа вот сюда и типа за моё лицо. Такая серёжка модная, конечно. Изначально я хотел просто намертво склеить бусины, но... Суперклей не сработал как я хотел, но я добавил проволоку, вроде сейчас работает. Посмотрим. Оп. Проверку на прочность они тоже прошли. Ещё больше стиле нам добавят когти Аластера, которые я сделал из накладных ногтей, а потом приклеил на чёрную перчатку с помощью суперклея. Ну стилёво скажите же, а? Я согласен. Это один из тех самых дешёвых микрофонов, в которые уже устроен динамик. А-а-а-а-а-а-а-а-а. Мне нужно вот этот микрофон подключить к вот этой палке. И как вы видите, немножко не работает. Поэтому я придумал целую систему, как их объединить. Но самое первое, нужно микрофон обернуть в красную вот такую вот клеёнку. После создания такой шаурмы из микрофона, я присоединил её к тросу с помощью проволоки и пластикового цилиндра. С ним приклеил эту часть, нарисовал вот эту. И вот такой результат у нас получился. Следующей частью была бабочка. Она у него очень объёмная, большая. И вот у вас есть три секунды, чтобы угадать, из чего она сделана. Из носков. Я купил самые дешёвые чёрные носки и запихал в них наполнитель для игрушек. Затем я отрезал вот эту вот тянущуюся часть и переделал её вот в этот центральный зажим. Затем я сшил концы и прогладил утюгом, чтобы она была чуть-чуть более плоским. Затем я наклеил вот эту пуговицу в центр. После я ещё добавил рога к ушам. А сейчас моя любимая часть. Часть грима. М-м-м. Уважаю. Сегодня в нашем меню серая гуашка с шампунем. Мне нужно сейчас немножечко осветлить лицо в серый белый такой цвет. и немного прорисовать детали другой подход только ужасен я отбил лицо светлой пудрой затем добавил красные тени на веки и прорисовал тушь и брови бороду потом я покрасил рот подводкой в черный цвет чтобы он больше был улыбчивым больше по размеру оставалось только надеть ушки с рогами и останется только костюм и затем я позвал своих друзей чтобы они помогли мне собрать финальный образ спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я знал, что это самый обычный опыт в моей жизни ходить по улице в таких костюмах Особенно, когда на улице очень-очень холодно Оператор как бы мне невзначайно намекает, что нужна уже была помощь Но вообще, сами съемки прошли хорошо За исключением того, что буквально в этот же момент температура начала резко, жестко падать А что тут видно-то должно быть? Тут слышно? Собственно, с этого нам началось носить крышу, думаю, мозг просто замерз Мы пришли с миром И ко мне еще подошла группа парней сфотографироваться Я не знаю, знали ничего за персонаж или нет Но это было так очень по-доброму Ребушки и зада И мы уже хотели было закругляться с этим, но... Дарил по башке Интересно, он еще работает? а у выглядит очень странно конечно вот и все замечательно люди даже начали меня замечать на улице я рад это слышать но я боюсь что время кстати об этом я на самом деле родился рыжим поэтому я боюсь это не представляется возможным ты меня обыграл и я все равно учил свою часть шоу вот что я называю успешной сделкой я бы хотел поблагодарить моих друзей которые помогли мне с этим саша и ваня спасибо вам большое всегда приятно с кем-то разделить такие события и раз уж мы перешли к благодарностям я хочу поблагодарить вас ребята за то что поддержали это видео здесь вы оставите комментарий поделитесь им и расскажите в комментариях как вам вообще хаз бинутель хороший второй эпизод или классный будьте осторожны когда используйте радио и никогда не подписывайте контракты с незнакомцами оставайтесь собой и оставайтесь со мной и всем пока пока а а а